Всем привет! В эфире очередной выпуск программы «Клинадреналин» и я, Артём Мельников, расскажу вам о самых значимых и интересных спортивных событиях города. Итак, сегодня вы узнаете, что представляет из себя новый спортивный центр «Территория». Чтобы могла прийти сюда целая семья, независимо от возраста, да, и сбрестись по интересам. Как провели первый домашний матч этого сезона «Клинские юниоры». С того года с юниорки... Сколько у нас? Наверное, человек пять всего осталось. Кто установил новый рекорд России в эсапетном беге? Все вместе мы радовались, обнимались, кричали от радости. И какими боями может гордиться Фёдор Емельяненко? Территории спорта в Клину стало ещё больше, причём в буквальном смысле. Несколько недель назад в нашем городе открылся новый спортивный центр, куда можно прийти всей семьёй. Он так и называется «Территория». Смешанные единоборства стали очень модными в последние годы во всём мире. Если раньше мы в основном смотрели поединки, то теперь у нас есть возможность попробовать себя в роли бойца смешанного стиля. В новом спортивном центре «Территория» целая секция будет посвящена этому виду боевых искусств. Здесь я преподаю за счёт борьбы, тэквондо, что-то из кикбоксинга, какие-то элементы из самбо, что-то немножечко из джиу-джитсу, всего, можно сказать, по чуть-чуть. В первую очередь у нас уклон здесь идёт на самооборону. Вообще, что касается боевых искусств, то здесь территория не представлена в изобилии. Кратэ, кикбоксинг, тэквондо, греко-римская борьба. Но центр называется семейным неспроста. Пока мужская часть семьи будет отрабатывать удары и броски, женщинам тоже скучать не придётся. Мы изначально постарались задействовать как можно больше направлений. Для этого мы сделали четыре площадки. Это зал-одинобор, зал-кореографии, детский зал и массажный кабинет. Чтобы могла прийти сюда целая семья, независимо от возраста, да, и сбрестись по интересам. Да, папа, мама, там, например, зал-одиноборств, там, или хореография, ребёнок, там, детский зал, либо, там, мама, там, массажный кабинет пошла. Зал-хореография откроет свои двери для всех, кто захочет научиться танцевать, заниматься пилатсом, йогой и фитнесом. Помимо спортивных секций, в центре территории будут проходить курсы для беременных, занятия иностранными языками. А люди творческие смогут попробовать себя в театральной студии. Это и искусство актёрское, и можно попробовать себя в роли режиссёра, звукорежиссёра, костюмера, кого угодно. Вот всё, что они захотят, я всё буду только поддерживать. Идея создания территории принадлежит её директору Сергею Баранову. Сам он в прошлом посвятил немало лет спорту, занимался каратэ, затем стал тренером в Москве. Сейчас решил оставить так называемый спортивный след в своём родном городе и открыть такой вот многофункциональный центр. Под голову пришёл такой проект, почему бы нет. Почему бы нет, сделать такое место, как бы наш второй дом, можно так сказать, да, потому что для любого тренера его спортуализовало этот второй дом. Вот, чтобы, ещё раз говорю, сюда мог прийти любой желающий, на зависимости от своих физических возможностей, там, профессиональной подготовки, найти себя и реализовать. Территория работает в тестовом режиме с 1 сентября, а в эту субботу состоялось её официальное открытие. Несмотря на это, записаться в понравившуюся вам секцию или студию ещё совсем не поздно. В Клину стартовала юниорская хоккейная лига. Новые сезоны с нетерпением ждали как болельщики, так и сами хоккеисты, ведь многие из них впервые играли перед местной публикой. Дебютным этот матч стал и для нового главного тренера ХК Клинспортивный. Впечатляющий выход спортсменов из пасти крокодила, символическое сбрасывание и вот, новый сезон для клинских юниоров официально открыт. Посмотреть на родную команду после предсезонки всегда интересно, поэтому ажиотаж в Блюдовом дворце имени Валерия Харламова небывалый. На громкие крики зрителей «Вперёд, Клин!» наши ребята быстро откликнулись и забросили неплохую шагу. После забитого гола уже на эмоциях наши ребята начали штурмовать ворота Олимпийца, но взятием все эти атаки не уменьшались. И в очередной раз работало всем известное правило – не забиваешь ты, забьют тебе. Следующий период для клинчан сложился удачнее. В начале второй двадцати минутки нашим ребятам снова удалось быстро забить. И этот год так и остался единственным на этом отрезке встречи. А вот как прокомментировали увиденные в этом матче зрители. Сильно играют, нападение хорошо, за минуту шайбу забили в начале, это радует. Две неплохих команды, одинаковые, я считаю, по классу, по уровню. Сов больше отдают, бодро как-то, дерутся и поборются. А вот что началось в третьем периоде, объяснению не поддаётся. Сначала гости счёт сравняли, а потом клинчане откровенно рассыпались. 2-2, 2-3 и так до 6. Кто бы мог подумать, что всего одна ошибка может повлечь за собой целый ряд пропущенных шайб. Ну и такое встречается в хоккее. Итог встречи 2-6. Два с половиной периода, в принципе. Игра была равной. Потом досадная ошибка. И встали почему-то. Ну началась, наверное, какая-то суета, потому что в одну шайбу выигрывали. То есть счёт такой скользкий. Вот. Ну не дотерпели в обороне. Сплоховали. Ну и вот отсюда голы пришли. Расстраиваться после поражения команде ни в коем случае нельзя. Ведь, как известно, первый блин бывает колым довольно часто. Тем более, что больше половины команды сегодня только-только дебютируют в юниорской лиге. Вообще, если начать сравнивать нынешний состав с прошлогодним, то тут мы найдём немало различий. Всего 5 человек остались в той юниорке и сменился главный тренер. Да, практически всё изменилось. С того года с юниорки... Сколько у нас? Наверное, человек 5 всего осталось. Остальные все новые ребята, молодые. 2000-й год. Несмотря на поражения, клинчане после двух туров аккуратно идут в середине турнирной таблицы. Ведь первые встречи наши парни разгромно выиграли в Можайске со счётом 7-0. Теперь за очками наших кисты поедут в Электросталь. Там их ждёт битва с местным хоккейным клубом «Кристалл». Новости коротко. Тренер из спортивного клуба «Витязь» Сергей Бурбенский и Александр Челпанов выступили на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Турнир проходил с 22 по 25 сентября в городе Синяйоке. Для наших спортсменов соревнование сложилось по-разному. Сергей Бурбенский проиграл в первой же схватке борцу из Турции и выбыл с турнира. А вот другой представитель нашей страны Александр Челпанов был более успешен. Последовательно победив спортсменов из Украины и Армении. К сожалению, в решающих сватках Клинчайну чуть не повезло. Его противники из Литвы и Эстонии оказались сильнее и завоевали первое и второе места. Нашему борцу досталась бронза. Клинские шорт-трекисты представят Россию на этапах Кубка мира. Владимир Григорьев, Руслан Захаров и Александр Шульгинов отправятся в составе сборной команды страны на первые два этапа Кубка мира по шорт-треку, которые пройдут в США и Канаде в ноябре. Это право наши спортсмены получили, успешно выступив на Кубке Союза конькобежцев России в конце сентября в Коломне. Владимир Григорьев занял третье место на дистанции 500 метров. Бронзовой медалью был награжден Руслан Захаров по результатам забега на 1000 метров. В итоговом протоколе Григорьев занимает третью строчку после Виктора Ана и Семена Елистратова. Руслан Захаров на пятой позиции среди сильнейших шорт-трекистов России. На прошлой неделе клинчанка Дарья Кружкова стала серебряной призеркой на турнире по большому теннису в Казахстане с призовым фондом 10 тысяч долларов. На пути к финалу Даша обыграла теннисистку из Узбегистана, которая была второй сеяной турнира. Спортсменку из России и еще одну девушку из Узбегистана, которая была четвертой сеяной. В финале клинчанку уступила 21-летняя спортсменка из Казахстана с расчетом 5-7-3-6. Отметим, что сама теннисистка осталась довольна своим выступлением, поскольку это был первый финал для нее на турнире такого уровня. Несколько недель назад в Адлере прошло первенство России по эстафетному бегу. Ознаменовалось оно тем, что на этом соревновании были установлены сразу несколько рекордов страны. К одному из них оказалась причастна клинская спортсменка. В составе команды Московской области наша девушка показала результат, который еще никому не покорялся в ее возрастной категории. С новым рекордом страны! Московская область! Более чем на полторы секунды превышает лицо страны. 3-42-44. Именно это время стало рекордом в так называемой шведской эстафете 800-400-200-100. На первенстве России по эстафетному бегу команда Московской области никому не оставила шансов среди юниорок, побив предыдущий рекорд аж на полторы секунды. За 200-метровку победительница отвечала спортсменка из Клина Елизавета Валуева. Я, получается, бежала 200 метров, я передала только палочку. Я начала кричать своей подруге, чтобы она добегала скорее, потому что эмоции просто переполняли. Когда она уже финишную черту пересекла, мы с разных уголков все, получается, начали кричать, начали радоваться. Потом я побежала к тренеру, обняла его, сказала спасибо, побежали уже к девчонкам, и все вместе мы радовались, обнимались, кричали от радости. Удержать преимущество, не дать приблизиться к себе соперницам и безошибочно передать палочку партнеру по команде – одновременно задача и простая, и сложная, ведь ответственность в данной ситуации лежит на тебе за всю команду. Они сделали достаточно хороший отрыв, и удержать нужно было бы обязательно, потому что, если бы не удержало, это все их старания впустую, и также мои. Отборочный путь на первенство был весьма тернист. Желающих представлять Подмосковье на всероссийском турнире было хоть отбавляй, поэтому до последнего момента состав эстафетной четверки был загадкой не только для соперников, но и для самих спортсменок и их тренеров. Планировали одну команду, потом другую, смотрели по участникам, много претендентов было, и в 800 кто-то хотел, еще много отбиралось и в 400, и в 200, и в 100, и практически до самого последнего дня конкретно состав не был известен, тасовался. Кто-то хорошее состояние, у кого-то чуть похуже состояние, поэтому тут спрашивали, была очень большая работа тренерская. Такое достижение, как рекорд страны, стало первым не только для Лизы, но и для ее тренера Сергея Пугачева. У меня это первый рекорд России за мою тренерскую деятельность, поэтому я очень рад, доволен. Как бы не ожидали такого, что... ожидали победы, но не ожидали, что будет с рекордным результатом, поэтому рады вдвойне. Но рекорды рекордами, а предстоящие соревнования и сборы еще никто не отменял, ведь установленный на такой уровень планку, нужно поддерживать на этой высоте постоянно и по возможности постараться поднять ее еще выше. Сейчас у нас заново все начинаем, закладываем базу, подготовка к зимнему сезону. Сейчас предстоят у нас октябрь, ноябрь, декабрь сборы, подготовка серьезная. Мы будем готовиться, будем стараться и дальше. И еще несколько коротких новостей. 25 сентября в Клину был большой шахматный день. В школе дебют состоялся блиц-турнир по шахматам открытия сезона с обсчетом рейтинга Фиде. Первое место занял Анатолий Шапкин из Редкина. Среди юношей лучший результат показал клинчанин Тигран Петросян. В женском зачете первое место заняла Александра Селефонова из Пушкина, но ветераном победителем стал клинский шахматист Владимир Калимулин. Теперь немножко о футборе. Титан показал очень симпатичную игру в выездном матче против одного из лидеров турнирной таблицы команды Олимпс Капа в рамках 26 тура. Несмотря на это, взять очки в той встрече клинчанам не удалось. С осчетом 1-0 хозяева поля обыграли наш клуб. Набрав 3 очка, коллектив из Балашики продолжает бороться за победу в турнире. Титановцы же делят четвертую строчку с обнинским квантом. У обеих команд по 44 очка. Третье место занимают футболисты из Люберец, у них на 3 балла больше. Следующий матч клинчане проведут на своем поле в понедельник в 15.00. В гости к нашей команде приедет футбольный клуб Долгопрудный. Легендарный российский спортсмен Федор Емельяненко 28 сентября отметил 40-летний юбилей. Наверное, на данный момент в России нет более популярного бойца, чем Федор. Но и в мире в этом плане с ним мало кто может посоперничать. Прославился он, конечно, своими убедительными победами в подавляющем большинстве проведенных поединков. Предлагаем вам вспомнить пятерку лучших из них. 40 боев, из них 35 побед, почти 10-летняя беспроигрышная серия, как следствие признания во всем мире. Доказывать все не словом, а делом характерная черта Федора Емельяненко. Его неподдельная скромность как на ринге, так и за его пределами всегда заставляла восхищаться даже людей далеких от смешанных единоборств. Но вот во время поединков к своим соперникам жалости он не знал. Предлагаем вам пятерку лучших боев последнего императора. Открывает топ-поединок против бразильца Антонио Родриго Нагейра. Это был далекий 2003 год. Южноамериканец на тот момент имел серию из 13 побед подряд. Бой за звание чемпиона по версии Pride продлился три раунда. Россиянин за это время успел отправить в нокдаун своего соперника, а затем успешно отбивал все атаки бразильца, который неоднократно пытался провести болевой прием против Емельяненко. Но все его попытки были тщетными. Все три суди по итогам поединка единогласно отдали победу российскому бойцу. В тот же год Федор Емельяненко провел свой еще один выдающийся бой, на этот раз против японского спортсмена Кадзуюки Фудзиты. Легкой прогулкой для россиянина этот поединок точно не стал, скорее наоборот. Азиатский боец смог нанести Федору удар в висок, который чуть не отправил россиянина в нокаут. Но Емельяненко не был бы самим собой, если б не смог собраться и перехватить инициативу в поединке. Отличная комбинация из удара ногой в печень и хука в челюсть сбила Фудзиту с ног, а удушающий прием заставил японца капитулировать. После боя россиянин признался, что его оппонент был единственным, кто смог точно нанести ему удар. На третьей строчке топа бой против Хорвата Мирка Филипповича. В нем Федор был полон решимости отомстить балканскому бойцу за своего брата Александра, который чуть раньше потерпел сокрушительное поражение от Филипповича. Месть получилась не сладкой для Мирка. Борьба и клинчевание быстро измотали соперника Федора, который об атаках практически не помышлял. По итогам 20 минут поединка победы была присуждена россиянину, который второй раз защитил титул чемпиона Прайд. На втором месте бой против белоруса Андрея Орловского, который запомнился всем лишь одним эпизодом, зато каким. Начало поединка осталось полностью за Орловским. Он легко проводил комбинации и в какой-то момент решил, что пора заканчивать этот поединок досрочно. Сначала Андрей загнал своего соперника в угол, затем попытался нанести решающий удар коленом, но вместо этого нарвался на едва заметный, но мощнейший кросс с правой, отправивший активного белоруса в нокаут. Позже этот удар был признан лучшим нокаутом 2009 года. И, наверное, самый необычный и сложный свой бой Емельяненко провел в 2007 году против корейца Хон Манчоя, рост которого превышал двухметровую отметку аж на 16 сантиметров. Против такой горы биться было непросто, удары желаемого эффекта на соперника не оказывали, непросто было и уложить такого гиганта. Но все-таки одна атака удалась Федору как нельзя лучше. Левый полукруг в челюсть клинч, оказавшись на полу под соперником, Емельяненко провел болевой прием, который вынудил корейца сдаться уже в конце второй минуты первого раунда. Эта победа была признана самой яркой победой года в России. На сегодня у меня все. Не забывайте следить за спортивными новостями города на нашей страничке ВКонтакте. С вами был Артем Мельников. Увидимся в следующее воскресенье. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok